Здравствуйте! Вы смотрите «Православный взгляд». Я Виталий Степкин. Наша программа не только и не столько о религии, сколько о разных событиях в нашей с вами жизни. И мы вновь попытаемся взглянуть на них, в том числе и православным взглядом. Мой собеседник в студии, митрополит Томский Асинский Ростислав. Владыка, здравствуйте. Здравствуйте, Виталий. Владыка, ну тема нашей программы сегодня достаточно сложная. Давайте поговорим о терроризме. Дело в том, что вот 3 апреля в 17-м году теракт в петербургской митрополитене. 16 человек погибли и почти сотни получили ранения. На ваш взгляд, терроризм – это ведь действительно какая-то печать нашего времени. У него есть какие-то духовные корни или вот так совпало? У любого греха он корень один. И коренится он в падшей человеческой природе. И мы знаем, что первое преступление, направленное против ближнего, было совершено, по сути дела, детьми Адама и Евы, первых людей, когда Каин восстал на Авеля брата своего и убил его, чем, по сути дела, не терроризм, когда вот из-за зависти один брат восстал на другого и подверг его вот такой мучительной участи. С тех пор прошло не одно тысячелетие. За это время земля обогрелась кровью не одной тысячи, наверное, миллионами людей. И человечество, наверное, ибо погибло, если бы в этот мир не пришел его спаситель, Господь наш Иисус Христос, который пришел вырвать человечество из уст смерти, из уст греха, проклятия. Но падшая природа человека, она все равно является таким оскалом зубов, хотя смертельно уже раненого Христом на Голгофе змея, но все-таки еще пожинающего какие-то свои жертвы и увлекающего людей в свои вот эти погибельные, пагубные объятия. И вот терроризм является таким вот негативным знаменем, в том числе и последних столетий, я бы не сказал, что последних времен или последних десятилетий. Ведь если мы возьмем даже вот наше российское государство 19 века, то видим, что уже тогда появились у нас в стране террористы, у которых была мотивация иногда достаточно высокая, политически мотивированная, которые видели какие-то нестроения в нашей жизни, в общественной, в бытовой, в связи с монархией, которая существовала в нашей стране. То есть были люди крайне недальновидными. Они смотрели не в корень и видели не действительную причину каких-то бед, а видели в чем-то таком достаточно для себя простом. И вот нашли, что говорится, крайневые. Поэтому были совершены, как мы знаем, покушения, иногда неудачные, иногда и для них удачные. Так трагически погиб государь Александр II, царь, который много сделал не только для российского государства в целом, но и для народа, для подданных. Ну и позднейшие какие-то теракты, которые осуществлялись на протяжении XIX века, в XX веке, конечно же, это не могло пройти бесследно. И накладывало какой-то отпечаток на общий дух, на общий менталитет нашего народа. Произошла трагедия, которая мало чем отличается, наверное, опять же, от какого-то террористического акта, когда в 1918 году был казнен, причем беззаконно, без суда, без следствия, без вносения приговора, еще один уже сложивший свой царский венец себя, государь, император Николай II. Ну и если некоторые политически ангажированные люди могли как-то для себя мотивировать расправу над ним, хотя в то время он не представлял какой-то угрозы для новой власти, но тем не менее, то чем может быть оправдана казнь его супруги, невинные женщины, его детей, в том числе и малолетнего царевича Алексея, этих четырех девушек, его дочерей, которые были зверско-жестоко убиты. Но это не просто преступление, которое было совершено тогда, да, ведь, по сути дела, это преступление возведено тогда было многими, ну, своего рода, в норму, преданно ореол некой такой даже геройственности, героизма. И до сих пор ведь многие улицы наших городов, некоторые станции метро московского метрополитена носят имена этих вот убийц, по сути дела, террористов, не исключением и город Томск, где до сих пор у нас есть улица Войкова. И, к сожалению, инициатива некоторой группы томичей, которая имела место лет, наверное, 10-15 назад, которые выступили за переименование этой улицы на историческое название, а раньше эта улица Знаменская называлась, она не нашла поддержки у большинства горожан. Люди посчитали, что для них комфортнее жить на улице, которая носит имя такого одиозного человека, чем вот понести какой-то труд, связанный с изменением своего адреса. И, к сожалению, вот таких вот явлений у нас в стране еще очень-очень много. Ну что же касается вот террористических актов в последних времен, чаще всего они совершаются экстремистами, которые рядятся в какие-то религиозные одежды, уже это не столько политически мотивированные политические акты, сколько вроде бы, как кажется, на первый взгляд, религиозно мотивированные, но на самом деле подобного рода террористические акты, они категорически не приемлются не только христианской церковью, но и всеми религиями, в том числе и мусульманской религии. Поэтому совершенно несправедливо и неправильно, когда вот отождествляют проявление терроризма с исламом как таковым. Откуда вот этот экстремизм берется? Ну прежде всего, как мне думается, от такого вот нездорового, болезненного отношения в части духовной жизни человека. Неправильная духовная жизнь, она всегда вот приводит к этому. Или отсутствие такой духовной жизни. И поэтому в настоящее время, когда, к сожалению, наше общество уделяет, как мне кажется, очень мало внимания религиозному воспитанию молодого поколения, детей, а ведь душа человека все равно стремится вот к чему-то такому, религиозному, духовному. И когда, если в душе человека, молодого человека, ребенка мы не даем здоровой пищи, иногда руки этого ребенка тянутся к какой-то пище нездоровой. И он находит эту нездоровую пищу, начинает ее употреблять, и вместо здравого вот религиозного чувства в нем начинает возрастать какая-то искаженная, ложная религиозность. Это очень-очень опасно. И поэтому, скажем, что касается вот мусульманского религиозного исповедания, не случайно, ведь государство в последнее время поддерживает некоторые высшие учебные заведения мусульманские, которые и финансируются из государственного бюджета. Почему? Для того, чтобы молодые люди, которые тянутся к вере в рамках традиционного для них ислама, чтобы они получали информацию об этой религии из незамутненных таких чистых источников мусульманской веры. Но то же самое можно сказать и о христианстве. Вот. Если мы детям нашим откажем в здоровой духовной пище, то тогда неизбежно они будут питаться какими-то отбросами, а это будет способствовать развитию среди молодежи радикальных определенных настроений, которые могут в том числе проявляться в виде каких-то террористических актов, каких-то других подобного рода экстремистских проявлений. Поэтому для того, чтобы это не было, нужно вот заботиться о здравом воспитании, о здравой духовной пище. Владыка, конечно, вы правы в плане того, что зло было всегда, и терроризм, надо полагать, был всегда. И, к сожалению, вот когда вы говорите об убийстве другого нашего государя-императора Николая II, тут и Томск причастен по некоторым историческим данным, командовал расстрелом как раз вот часовых дел мастера из Томска Яков Юровский. И, насколько я знаю, в нашем городе рассматривался вопрос о придании одной из улиц названия в честь него. Ну, к счастью, тогда вот это название не присвоили никакой из улиц Томска. Но, тем не менее, возвращаясь к нашим дням, как бы не было сильно зло много лет назад, но ведь целых государств террористических не существовало. Получается, проблема не только в отдельной взятой стране, там вот в Советском Союзе, где был комсомол, были коммунисты, которые вот сказались от религии. Получается, проблема-то всего мира. Весь мир сейчас лежит во зле. Ну, мир всегда лежал во зле. И надо сказать, что здесь, как мне думается, это, возможно, стало не только благодаря тому, что вот падшая природа человека в ком-то вот рождала подобного рода идеи и все. Но этими бедными, несчастными, заблудившимися, преисполненными зла людьми кто-то очень умело начал пользоваться для решения своих политических или даже геополитических интересов. Так было с Талибаном, когда, скажем, определенные западные спецслужбы, по сути дела, выращивали этого монстра, полагая, что этот монстр будет, ну, ручной какой-то такой собакой, которую можно натравить на своего соседа, которого считали недругом, в частности, на нашу страну. Но потом оказывалось, что это озверевшее вот это вот создание спецслужб, оно выходит из подчинения, оно бросается даже и на своих хозяев и начинает нести угрозу всему миру. И ЕГИЛ, по сути дела, это повторение. Той же самой ошибки, но еще эта ошибка становится более глубокой, более трагичной. И очень хорошо, что здесь вот как бы наша страна, руководство нашей страны, увидев, так сказать, вот эту глубокую язву, которая начала поражать человечество, нашло в себе силы и мудрости провести вот эту хирургическую операцию по удалению этой опухоли. И, по сути дела, хотя полностью, так сказать, ее ликвидировать не удалось, навряд ли, в принципе, это так вот быстро возможно, но, по крайней мере, развитие вот этой гангрены был положен конец. Но благодаря вот такой серьезной операции, которую осуществляло наше государство в Сирийской республике, и, конечно же, это делалось не только для того, чтобы помочь народу Сирии, для того, чтобы и вообще народу, живущему на Ближнем Востоке, избавиться вот от власти этой тирании, потому что, по сути дела, все, кто там проживал на Востоке, все жестоко страдали от власти ИГИЛ. Особенно это, конечно же, христиане, которых до недавнего времени на Востоке было достаточно много, и они на протяжении многих и многих столетий прекрасно уживались с мусульманами, и все. И тут вдруг приходят к власти вот эти террористы, ИГИЛовцы, и они начинают разрушать памятники мировой культуры, христианской культуры, дохристианской культуры. Христиане, которые традиционно жили на Востоке, они вынуждены были спасаться бегством, и поэтому в настоящее время осталось христиан там очень и очень немного. Те люди, которые исповедовали даже ислам, ну, традиционный ислам, тоже жестоко страдали от этих террористов. Но ведь эта зараза, она потом бы перекидывалась на новые и новые области, на новые и новые регионы, в том числе и на нашу страну. Вот. И мы знаем, что отдельные люди, вот так сказать, нездраво воспитанные в религиозном духе, поддавшись какой-то пропаганде вот этих экстремистов. Они из территории нашей страны выезжали в Сирию и принимали участие на стороне боевиков в войне. Это и люди с Кавказа, это люди с Поволжья, да и даже из столичных городов. Конечно же, потом бы этот пожар, он перекинулся бы и на нашу землю, и поэтому нужно было бороться с этой заразой на дальних подступах. Поэтому было принято, как мне кажется, достаточно такое мудрое, правильное решение, вот там положить конец этому. Давайте, Владыка, перенесемся в церковную ограду, поговорим о святом, который бы наверняка отдал очень подробные обвеснения, почему так происходит. Четвертую неделю поста русская православная церковь отмечает память Иоанна Лествичника, который очень подробно рассказал о грехах человеческих. Ну, я прошу вас более подробно рассказать о нем самом. Вот само уже наименование этого святого преподобного Иоанна, церковь его именует Иоанн Лествичник, и такое название, Лествица, то есть Лестница, такое название он получил благодаря своему труду. Книги, которые он написал, которые называются «Лестница, возводящая человека на небо». Что это за лестница? И по какому поводу была эта книга написана? Иоанн был игуменом одного из монастырей на Синайской горе, на той самой горе, где, согласно библейскому повествованию, Бог дал человечеству десять заповедей, высеченных на каменных скрижалях. И через Моисея он возвестил миру свою волю. Там в христианскую эпоху возникло много монастырей, в том числе вот в одном из этих монастырей подвязался преподобный Иоанн. Братья других монастырей, зная о его святой подвижнической жизни и о опыте духовной жизни по борьбе с грехами, стяжании добродетелей, они просили поделиться своим опытом. И тот, как он пишет в предисловии, воспринял их просьбу как некое послушание, которое они дали ему, и, по сути дела, систематически изложил вот эту науку борьбы человека с грехом, с пороками, с тростями и постепенное стяжание, приобречение добродетелей, которые не просто делают человека пригодным для того, чтобы войти в Царство Божие, но они приближают человека к Богу настолько, что уже даже здесь, на земле, человек еще во плоти входит в состояние Бога общения, достигая верхних ступенек вот этой лестницы, которая нижней ступенькой упирается на землю, а верхней своей ступенькой уходит в небеса. Каждая глава этих книг, а там 30 глав, 30 ступенек, соответствует определенному уровню духовного развития человека. И вот постепенно человек, следуя тем вот руководственным указаниям, которые излагает преподобный Анлествичик, постепенно преодолевает в себе какие-то грехи, пороки, страсти, вместо них приобретают какие-то определенные добродетели, таким образом развивая свою духовную жизнь, достигают вершины этой лестницы, где они становятся причастными союзу трех величайших добродетелей веры, надежды и любви доминирует в этой троице любовь. А ведь в Священном Писании говорится о том, что сам Бог есть любовь, и тот, кто пребывает в любви, пребывает в Боге, и Бог пребывает в нем. И когда человек достигает вот этой высшей точки в духовном своем развитии, то он уже здесь, на земле, начинает предощущать, по сути дела, состояние райское. Он начинает видеть Бога, общаться с Богом, входить в это живое общение с Богом. Бог входит в жизнь этого человека, а человек приобщается к жизни божественной. Поэтому вот эта книга «Лестница» по сути дела является учебником и неким таким путеводителем жизни каждого человека. В первую очередь, она, конечно, адресована монахам, но не только монахам, поскольку как монахи, так и миряне имеют ту же самую плоть. Мы все люди имеем одни и те же какие-то греховные немощи и пристрастия, и поэтому бороться с этими духовными болезнями и приобретать духовное здоровье, по сути дела, рецепт одинаковый как для монахов, так и для мирских людей. Внешние условия нашей жизни отличаются. Но вот по сути дела, вот по сути своей борьбы, она одна и та же, как для одних, так и для других. Кроме того, в наше время существует некий адаптированный вариант этой «Лестницы», специально предназначенный для людей, которые уже живут не в монастырях, а живут в миру, и которыми может руководствоваться ну всякий уже человек современный. Ну а поскольку все-таки душа каждого человека может быть живой, призабиловать жизнью, тогда, когда она соединена с Богом, то для каждого из нас вот эта книга является в высшей степени актуальной. И не случайно церковь в четвертое воскресенье Великого Поста установила творить память этого святого не только для того, чтобы мы вспомнили об этом великом святом и помолились ему, но самое-то главное, чтобы вспомнили его вот этот бессмертный труд и в дни Великого Поста, когда происходит обновление нашей духовной жизни, когда мы Великим Постом стараемся привести свою душу в порядок, церковь напоминает нам о том, что по приведению нашей души в порядок существуют некие определенные правила. Если мы будем следовать вот этим правилам, то легче нам будет справиться с тем грехом, который в нашей жизни имеет место. Поэтому очень такая полезная и замечательная книга. Я поэтому всем, кто еще, если ее не читал, советую обязательно, особенно сейчас, вот в дни Великого Поста, начать читать. И думаю, что каждый получит большую пользу. Спасибо, Владыка. Я думаю, что как бы сейчас, наверное, современные люди сказали, книга «Лестница» — это такая своеобразная дорожная карта в Царство Небесное. У нас еще остались близкие вопросы. Владыка, почему сейчас люди практически все очень обозленные, готовы растерзать друг друга за всякую мелочь, могут сжечь машину из-за места на парковке у дома, и совершенно не могут договориться? Мне кажется, с этим уже ничего нельзя сделать. Зло проникло в нас слишком глубоко. Вы согласны? Ну, зло когда начинает брать верх над человеком? Тогда, когда человек удаляется от той абсолютной любви, которая светом своим согревает человека и делает и его преисполненным любви. Вот такой любовью, как я уже сказал, является Господь. И чем человек ближе к Богу, тем он сам больше преисполняется любовью. Я не один раз в наших передачах напоминал известный пример, который приводил своим духовным чадом подвижник 7 века преподобный Авва Дорофея. Был такой святой. От него тоже замечательная книга осталась. И тоже я считаю, что вот в дни Великого Поста ее тоже уместно было бы каждому человеку прочитать. Большую пользу каждый получит. Называется она «Душеполезные поучения Авва Дорофея». И там вот в этой книге преподобный Авва Дорофея говорит, что Бог находится как бы в центре круга, а люди на радиусах. И вот чем ближе они к центру, к Богу, тем они ближе и друг к другу. А чем они дальше от центра удаляются, от Бога, то они не только от Бога удаляются. Некоторые говорят, зачем нам Бог нужен? Вот Бог ни к чему. Все это пережитки прошлые. Вот дальше, дальше человек уходит от Бога. Но он, одновременно уходя от Бога, удаляется от себе подобных. Чем дальше от центра, тем дальше мы от ближнего. Ну а когда чем мы дальше от людей, понятно, поэтому это разобщенность, поэтому это озлобление, отсутствие любви в нас, это признак удаленности от Бога. И поэтому апостол Павел ведь в известном своем послании к Коринфянам в 13 главе помещает то, что обычно принято называть гимном любви. Он там пишет, что такое настоящая любовь. Подлинная любовь, она долго терпит, милосердствует, не завидует. И там многие другие не превозносятся. Апостол Павел признаки этой любви обозначает. Если человек имеет зависть, как он может любить другого человека? Если человек поражен сребролюбием, то как он может иметь любовь к своему ближнему? А это все рождает какую-то неприязнь, озлобленность, возбуждает страсти человека. Отсюда и вот такое отношение человека к человеку. Апостол Яков, по-моему, в соборном послании пишет, откуда у вас распри и раздоры? Не от вожделений ли ваших, которые воюют в членах ваших? Желайте и не имеете, завидуете, ищете и не получаете. Поэтому отсюда вот эти вот страсти человеческие распаляются. Поэтому человеку надо возвращаться к Богу, тогда и любви в нашей жизни будет значительно больше. Владыка, вы рассказывали про удивительного человека, отца Кирилла Павлова, которому вы обращались за советом в самых трудных ситуациях. В нашей жизни безвыходных ситуаций тоже хватает. Кому обратиться тем, кому не повезло встретить таких святых людей на своем пути? Ну и второй вопрос, я думаю, что продолжение этого. Есть ли человек, у которого вы спрашиваете духовного совета сейчас? Ну, во-первых, святые отцы говорили, что если не у кого спросить и нет рядом какого-то мудрого человека или старца, с которым можно было бы посоветоваться, то можно, во-первых, помолиться Господу, и Господь сам даст каким-то образом ответ. Либо даже иногда возможно спросить у какого-то человека, например, у ребенка, но помолившись перед этим Богу и решив, что через ребенка мне Господь может дать какой-то ответ. То есть даже и такие варианты возможны. Ну а вообще, что касается духовника, который должен быть у любого человека, то ведь мы вот иногда сетуем, почему в наше время мало старцев, так мало духовников, потому что мало послушников, как обычно говорили, потому что духовники и старцы есть только тогда, когда есть и послушники. И если человек готов, так сказать, прислушиваться к совету какого-то духоносного человека, то сразу такой человек появляется. А иногда в наше время есть, в том числе и среди таких православных людей, те, кто объезжает города и в поисках старцев, 20 старцев посетят, у каждого спросят совет и останутся все равно при своем мнении, ни один совет не выполнят и более того, иногда приходят в состояние недоумения, потому что как врачи, например, если мы будем к разным врачам с одной болезнью обращаться, у одного своя методика лечения, у другого своя, и вот посетив 20 старцев получат разные советы и потом не знают, как же им правильно поступить. У меня был один знакомый, который все не знал, что ему полезнее, жениться либо принимать монашество. Вот ходил по разным старцам, одни ему говорили, что нужно жениться, а другие говорили, что нет, лучше иди в монахи. И в конце концов он был в полном таком недоумении. И я как бы в шутку ему говорил, что как бы ты ни поступил, всегда можешь считать, что ты поступил по благословению старцев. Но в конце концов уже вот тот же старец отец Кирилл этому человеку сказал, вот поезжай, тогда была жива еще такая старец, монахиня, любушка праведная. Вот сейчас она тоже ушла в вечность. Она была такая Христа ради юродивы, блаженные. Пойди, и она тебе скажет, как поступить. И вот он действительно так помолился, глубоко, усердно ее посетил. Ну и вот через нее Господь открыл, что этому человеку полезно. И вот как бы он воспользовался ее советом, и все у него потом было хорошо. Так монаш или супругство в итоге? Интересно. Оказалось, а ведь он закончил семинарию, он хотел принять священный сан. Вот. А для того, чтобы принять священный сан, он должен был либо жениться и принять священный сан, либо постричься в монахе и принять священный сан. Но когда он зашел к этой любушке, она была уже очень старой, она говорить уже почти не могла, и фразы, какие она произносила, их трудно было даже разобрать. И когда он потом от нее вернулся, говорит, никак не мог понять, что же она мне говорила. Всегда повторяла одно и то же слово. Пономарь, 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 Пономарь. Вот. То есть не будешь ты ни священником, ни монахом, да, будешь Пономарем, то есть тем человеком, который не примет священный сан. Ну и правда, вскоре Господь как бы послал спутницу жизни этому человеку, но она уже была до того в браке, вот, потом обдавела, и вот он как бы ее взял с ребенка, а в данном случае церковные каноны не позволяют этому человеку принимать священный сан. Поэтому он до сих пор несет разные церковные послушания, в хоре церковном поет, несет Пономарское послушание в одном храме, в свободное от своей профессии время. Но священный сан он так и не принял, а вот семейная жизнь его таким образом устроилась. Адрес для того, кто хочет задать вопрос нашу программу православие70 собака mail.ru На этот же адрес можно направить свои предложения о теме нашей следующей передачи. Владыка, я благодарю вас за интересную беседу. Спасибо вам, Виталий, наших телезрителей. Я поздравляю с продолжающимся великим постом, этой весной человеческого духа. Желаю нам духовного обновления, чтобы половина поста уже прошла, но уже не за горами день светлого Христового Воскресения. Дай Бог, чтобы в этот праздник нам пережить благодатную встречу с самим Христом Воскрешим. На этом очередной выпуск программы «Православный взгляд» завершен. Я Виталий Степкин. Еще увидимся. До новых встреч. Редактор субтитров А.Семкин